Мы сейчас находимся в лаборатории адъективных технологий, свои занятия инженером МГТУ имени Баумана. Я прохожу курс молодого инженера, так как он включает в себя и моделирование, и робототехнику, а именно схемотехнику. Тимур Акзамов мечтает стать программистом, а пока он учится в седьмом классе школы «Дружба». На занятиях в технопарке «Инженериум» с помощью специальных программ создает трехмерные модели. Уже подумывает о собственном проекте, хочет создать беспилотный автомобиль. И, скорее всего, создаст то, что мечты могут стать реальностью, доказывает его наставник. Он сам прошел путь от «Инженериума» до МГТУ имени Баумана. Учеба в технопарке открывает много возможностей и позволяет определиться со своим будущим. Хочешь – занимайся 3D-моделированием, а хочешь – изучай свойства лазера или композитные материалы. Современные технологии можно начинать осваивать с детского сада. Здесь не делят учеников на технорей и гуманитариев. Занятия найдут для каждого. Не нужно питать иллюзией, что мы занимаемся только с технорями. Хотя мы очень не любим деления на технорей и гуманитариев, мы за то, чтобы инновационное творчество было доступно каждому. У нас занимаются много девчонок, мальчишек. Каждый реализует свой проект. У нас, допустим, есть проект. Музыканты делали флейту из карбона. Таких центров уже 150 в разных городах России и даже за ее пределами. Теперь технопарк «Инженериум» есть и в Одинцово. Его учащиеся могут заниматься не только теорией, но и практикой. Ребята, прошедшие базовый курс, уже реализуют свои проекты и решают сложные задачи, которые не теоретически, а имеют серьезное практическое применение. Те, кто постарше, могут пойти еще дальше и заключить отложенный трудовой договор с одним из индустриальных партнеров технопарка. В их числе не только крупные корпорации, такие как «Роскосмос» или «Объединенная авиастроительная корпорация», но и предприятия малого и среднего бизнеса. Вот это индустриальное партнерство очень развито в ЦМИД. В итоге большая крупная компания готова проплатить за это ребенка на обучение, например, и по истечении определенного срока учебы он готов вернуться на площадку уже работникам этой организации, где определенный срок готов отработать. А как правило, эти люди остаются там навсегда, как правило, это уже история успеха. Мне не нужна толпа операторов, звукорежиссеров. Все есть. Я могу самостоятельно контролировать, как я выгляжу в кадре, где я нахожусь и что происходит. В лаборатории видеопроизводства есть все для того, чтобы обычная лекция стала интерактивной. Здесь расскажут о монтаже и цветокоррекции. Пройти в этих стенах обучение – мечта любого блогера. Глава Одинцовского округа подчеркнул – сотрудничество с технопарком «Инженериум» будет плодотворным. Я уверен, что мы напридумываем, если еще этих программ нет, совместных программ с нашими учебными заведениями, обязательно будем привозить сюда детей из школ, а также будем ждать, конечно, коллег и в наших школах, особенно в сельских, где не всегда и везде встретишь мощные классы робототехники и аналогичных специальностей и компетенций. По статистике, обучающиеся технопарка «Инженериум» нередко становятся студентами «Бауманки» и потом работают по специальности. Школьное увлечение для них становится делом всей жизни. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова